Здравствуйте! Лекция номер 8. Протокол обратного преобразования адреса RARP. План. Как было сказано выше, для того, чтобы сетевое устройство могло отправить данные на уровень 4, транспортный, эталонной модели OC, необходимый и MAP, и IP-адрес. Таким образом, MAP и IP-адрес служат для проверки и дополнения друг друга. Чтобы получатель, принимающий данные, знал, кто их отправил, пакет данных должен содержать MAC и IP-адреса источника. А что произойдет, если источник знает свой MAC-адрес, но не знает своего IP-адреса? Протокол, который использует устройство, если не знает своего IP-адреса, называется протоколом обратного преобразования адреса Reverse Address Resolution Protocol – RARP. Как и ERP, RARP связывает MAC-адреса с IP-адресами, чтобы сетевое устройство могло использовать их для инкапсуляции данных перед отправкой в сеть. Для использования данного протокола в сети должен присутствовать RARP-сервер, отвечающий на RARP-запросы. Рарп-запросы. Представим, что источник хочет послать данные другому устройству. Однако источник знает свой MAC-адрес, но не может обнаружить собственный IP-адрес в своей ERP-таблице. Чтобы получатель мог оставить у себя данные, передать их на верхний уровень эталонной модели ОСИ и распознать устройство, которое отправило данные, источник должен включать в пакет данных свои MAC и IP-адреса. Поэтому источник инициирует процесс, называемый RARP-запросом, позволяющий ему определить собственный IP-адрес. Для этого устройство создает пакет RARP-запроса и посылает его в сеть. Для того, чтобы пакет ARP-запроса был замечен всеми устройствами сети, источник использует IP-адресы широковещания. RARP-запросы имеют такую же структуру, как и ARP-запросы на рисунке 8.10. Следовательно, RARP-запрос состоит из MAC и IP-заголовка, а также сообщений RARP-запроса. Единственное отличие в формате RARP-пакета заключается в том, что заполнены MAC-адреса источника и получателя, а поле IP-адреса источника пустое. Поскольку сообщение передается в режиме широковещания, то есть всем устройствам сети, адрес назначения записывается в виде всех дворечных единиц. На рисунке 8.9 для ответов на RARP-запросы необходим RARP-сервер. ARP и RARP-запросы имеют одинаковую структуру на рисунке 8.10. Так как RARP-запрос посылается в режиме широковещания, его видят все устройства в сети. Однако только специальный RARP-сервер может отозваться на RARP-запрос. RARP-сервер служит для отправки RARP-ответа, в котором содержится IP-адрес устройства, создавшего RARP-запрос. RARP-ответы. Рарп-запрос находится на IP-запрос от бездисковой рабочей станции с MAC-адресом 08.00.20.67.92.89. Когда устройство, создавшее RARP-запрос, получает ответ, оно копирует свой IP-адрес в кэш-память, где тот будет храниться на протяжении всего сеанса работы. Однако, когда терминал будет выключен, эта информация снова исчезнет. Пока же сеанс продолжается, бездисковая рабочая станция, создавшая запрос, может использовать полученную таким способом информацию для отправки и приема данных. Ранее говорилось, что порт или интерфейс, с помощью которого маршрутизатор подключен к сети, рассматривается как часть этой сети. Следовательно, интерфейс маршрутизатора, подключенный к сети, имеет тот же IP-адрес, что и сеть, на рисунке 8.12. Поскольку маршрутизаторы, как и любые другие устройства, принимают и отправляют данные по сети, они также строят ARP-таблицы, в которых содержат отображение IP-адресов на MAC-адреса. На рисунке 8.11 RARP-сервер откликается на IP-запрос от рабочей станции с MAC-адресом 08.00.20.67.92.89. На рисунке 8.12 IP-адреса приводятся в соответствии с MAC-адресами с помощью ARP-таблиц. Маршрутизатор может быть подключен к нескольким сетям или подсетям. Вообще сетевые устройства имеют наборы только тех MAC- и IP-адресов, которые регулярно повторяются. Это означает, что типичное устройство содержит информацию об устройствах своей собственной сети. При этом об устройствах за пределами собственной локальной сети известно очень мало. В то же время маршрутизаторы строят таблицы, описывающие все сети, подключенные к нему. В результате ARP-таблицы маршрутизаторов могут содержать MAC- и IP-адреса устройств более чем одной сети. На рисунке 8.13 Кроме карт соответствия IP-адресов MAC-адресам в таблицах маршрутизаторов содержится отображение портов. На рисунке 8.14 На рисунке 8.13 ARP-таблица построена маршрутизатором. Порты также заносятся в таблицу маршрутизации. Что происходит, если пакет данных достигает маршрутизатора, который не подключен к сети назначения пакета? Кроме MAC- и IP-адресов устройств тех сетей, к которым подключен данный маршрутизатор, он еще и содержит MAC- и IP-адреса других маршрутизаторов. Маршрутизаторы используют эти адреса для направления данных к конечному пользователю. На рисунке 8.15 При получении пакета, адрес назначения которого отсутствует в таблице маршрутизации, маршрутизатор перенаправляет этот пакет по адресам других маршрутизаторов, которые, возможно, содержат в своих таблицах маршрутизации информацию о хост-машине пункта назначения. На рисунке 8.15 данные переправляются маршрутизатором к пункту их назначения. Шлюз по умолчанию Если источник расположен в сети с номером, который отличается от номера сети назначения, и источник не знает MAC-адреса получателя, то для того, чтобы доставить данные получателю, источник должен воспользоваться услугами маршрутизатора. Если маршрутизатор используется подобным образом, то его называют шлюзом по умолчанию. Дефалт – Gateway Чтобы воспользоваться услугами шлюза по умолчанию, источник инкапсулирует данные, помещая в них в качестве MAC-адреса назначения в MAC-адресе маршрутизатора. Так как источник хочет доставить данные устройству, а не маршрутизатору, то в заголовке «В качестве IP-адреса назначения» используется IP-адрес устройства, а не маршрутизатора. Рисунки 8.16 На рисунке 8.16 для доставки данных используется IP-адрес пункта назначения. Когда маршрутизатор получает данные, он убирает информацию канального уровня, использованную при инкапсуляции. Затем данные передаются на сетевой уровень, где анализируется IP-адрес назначения. После этого маршрутизатор сравнивает IP-адрес назначения с информацией, которая содержится в таблице маршрутизации. Если маршрутизатор обнаруживает отображение IP-адреса пункта назначения на соответствующий MAC-адрес и приходит к выводу, что сеть назначений подключена к одному из его портов, он инкапсулирует данные, помещая в них информацию о новом MAC-адресе и передает их по назначению.